Всем большой привет! Меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам о тональном креме, который стоит 175 рублей. И он, по секрету скажу, очень-очень крутой. Давайте смотреть. Итак, это тональный крем от Evelyn. Называется Инновация Art Makeup. Тональный крем 3 в 1 базы под макияж, тональный крем, корректор, ультрастойкое покрытие без эффекта маски. Еще SSPF 10 за 175 рублей. Упаковочка у него, конечно, вот такая вот не очень, но за 175 рублей, потом вот я сейчас покажу нанесение, увидите какое-то крутое средство. Изготовитель, кстати, у него Польша, а бренд это написано, что Франция. По-моему, даже неплохо. Как всегда, все упало. Итак, я предварительно уже нанесла крем. У меня сейчас вот такой коллаген. Еще обязательно хочу попробовать у них тональный крем, так что скоро закажу его. Будем сравнивать. Наношу я всегда любые тона моей любимой кисточкой от Sephora, номер 06. Так, у меня сейчас какое-то вот здесь странное покраснение под глазом. Здесь тоже. Здесь на крыле носа у меня капилляры и следы постакне. Вот такие вот синячки какие-то, какие-то рубцы, где-то что-то. Очень много всего красивого. Так, ну что, давайте наносить. Я его наношу прям вот так из тюбика чуть-чуть выдавливаю. Тут очень много миллилитров. 30 целых. Поэтому лей-лей, не жалей. И кисточкой просто распределяю по лицу. Цвет, кстати, у меня бежевый. Я наношу тональный крем под глаза тоже. А контейлером уже сверху при необходимости добавляю. Он не сильно отличается от цвета кожи, поэтому я не буду тонировать уши. Уши, прям шею полностью, так, слегка границу. Смотрите уже разница какая. Как выровнялся цвет. Вот здесь были очень... Ну, тут они как бы еще просвечиваются, но я потом нанесу второй слой. Очень хорошо наслаивается все и будет все закрыто. Вот здесь уже были сильные прям синячки. Здесь вообще все ушло. Вот здесь сносика не полностью перекрывает. Мы потом еще добавим второй слой. Он ложится прям достаточно тоненько. Но если нанести в несколько слоев, конечно, будет видно. Вообще любой тон видно, какой бы он ни был. Прям сверху на глазки тоже наношу. Так как у меня особо нет каких-то шелушений, то я себе позволяю вот такими вот круговыми движениями это делать. Конечно, если есть шелушения, так не надо, потому что чешуйки все в разные стороны будут подняты. Еще и подчеркнуты. Ну, кстати, запаха-то почти никакого нет. Так, давайте смотреть промежуточный этап. Здесь перекрыло, да, у меня красное пятнышко. Не полностью, но нормально закрыло. Но на лбу у меня рельеф есть. Здесь скорее его видно, чем какие-то покраснения. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Давайте попробуем наслоить немножечко еще. Где я вот вижу какие-то у меня еще остались нюансы. Подглазки нанесу. Крыло носа. И так вот точечно. Ну, подбородок еще. Можно у меня с подбородка, то он всегда уходит первым делом. И тут я уже второй слой стараюсь таким не размазывающим, а припечатывающим движением нанести. И какие-то точечки тоже прям вот вбиваю цвет под глазом. Ну, вот вообще полностью все перекрыто. Никакой консилер даже не нужен. Почему я не наношу тональные крема спонжем? У меня есть от Real Techniques, но он мне не нравится. Ну, во-первых, это все муторно. Его мыть каждый раз, тыкать по три часа. Им он тона очень много съедает. Так, пробуем нос. Но тут у меня очень сильный цветовой нюанс, поэтому его перекрыть прям сложно полностью. Этот тон, он и не супер покрывающий. Кстати, я для себя нашла очень-очень крутую маску от Прыщей. Это салициловая маска от The Ordinary. Если вам интересно, то сниму видео отдельно про эту масочку. Также тушевали в волосике обязательно, чтобы границы не было. Ну что, по-моему, вообще шикарно. Просто белый холст, чтобы рисовать на нем шедевры. Как мы видим, покрытие не прям супер матовое, но и не, естественно, не блестящее. Легкое-легкое свечение. Он фиксируется сам, но, конечно, лучше припудрить сверху, чтобы прям, знаете, намертво его прибить к лицу. Я еще, кстати, иногда вот так вот губки сверху прохожу. Остатка метона на кисти, чтобы красивый цвет карандаша лег. Давайте посмотрим поближе. Оно мне очень нравится. Не очень тяжелое, не супер плотное, легкое, в меру перекрывающее покрытие. Такие деньги, по-моему, вообще прелесть. И давайте я сейчас сделаю макияж и вернусь к вам с итогом. Вот такой макияж у меня получился. Давайте подводить итоги. Неспроста я так долго пользуюсь этим тональным кремом. Это моя, наверное, уже третья баночка. Скорее всего, куплю еще раз, потому что мне нравится покрытие, мне нравится стойкость. А самое главное, что мне нравится его цена. Да, он страшненький, баночка некрасивенькая, но что поделать. Просто когда такая цена, на такие вещи просто грех обращать внимание. Поэтому решать вам, ставить ли эту баночку к себе на полку. Давайте еще раз посмотрим. По-моему, все очень даже неплохо. Я не пользовалась консилером. Без консилера я добилась вот такого неплохого результата по тону лица. Где купить этот тональный крем? Я нахожусь в городе Калининграде. У нас такое продается в небольших сетевых магазинчиках косметики, типа Рада и Шик и Блеск. Такие вот там названия. Наверное, в России, вот я знаю, есть сеть Подружка. По-любому, мне кажется, он там есть. Кстати, хочу сделать такую рубрику. Мои фавориты в бюджетной косметике. Если вам такое будет интересно, обязательно пишите. И в следующем видео мы разберем какое-нибудь еще одно средство. Кстати, посоветуйте мне какой-нибудь тушь, потому что моя уже заканчивается. Хочу попробовать какую-нибудь новую. А на рынке такое огромное количество туши, что я даже не знаю, какую выбрать. В общем, буду ждать вас в комментариях. Обязательно пишите, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех целую, всех обнимаю. Пока-пока!